Становлюсь только на тех вопросах, которые играют на большую роль для получения высоких урожаев масочных культур. И в первую очередь, конечно же, вы знаете, что для любых почвенно-пневматических условий, выбирая адаптивный сок или гибрид, под него технологию научно обоснованную и имея определенное оснащение, можно добиться высокого урожая и реализации потенциала продуктивности, заложенного в него. Но также существуют и условия окружающей среды, и в том числе, и, конечно же, в первую очередь, влагообеспеченность, которая может при определенных условиях, а именно при недостатке влаги, особенно в период, критический период для растений, может привести к значительному снижению урожая, а иногда даже и получение отрицательного результата. И в связи с этим задача агронома состоит в том, чтобы снизить коэффициент водопотребления масочных культур, который у них довольно-таки большой. Вы видите, что на образование одной тонны урожая расходуется у льна, допустим, 150 миллиметров на тонну, а у подсолнечника 220-240 миллиметров на тонну. Применяя научно обоснованную технологию, исключая те факторы, которые могут привести к нерациональному, непродуктивному расходованию влаги, как, например, сорные растения, которые в посеве подсолнечника могут также потреблять влагу и увеличивать этот коэффициент, уменьшая тем самым запасы влаги в почве и не оставляя ее для последующих культур. То есть будет падать и продуктивность самого посева. Именно поэтому обратите внимание, что подсолнечник использует для образования одной тонны урожая 1400-1800 тонн. Азот потребляет 50-60 килограмм, фосфора 20-25 килограмм и калия 100-120 килограмм. Для того, чтобы получить урожайность более 3-4 тонн, необходимо, вы видите, кратное увеличение этих факторов, то есть необходимо выработать систему питания. И для того, чтобы реализовать продуктивность, необходимо достаточное количество влаги. Обратите внимание, что мировой рекорд чуть более 6 тонн урожайность гектара был получен в Кабардино-Монкаре в 2016 году на ничем не отличающейся технологии. То есть посев в первые дни года апреля, норма высева 61 тысяча, к уборке 55-57 тысяч растений на гектар. Удобрение сложное применялось при посеве 220 килограмм, но это примерно 35-35 килограмм азота фосфор и калия. Была бы некорневая подкормка и уборка была вовремя. То есть ничем не примечательна технология, но есть такой факт, как равномерное распределение осадков в период вегетации, которые составляли 400 миллиметров. В связи с этим был получен такой эффект от технологии, так как он был подкреплен именно обеспеченностью влаги. Но также следует иметь в виду, что на продуктивность культуры может резко оказывать и размещение ее всевобороте, как среди глубоко обореняющихся культур, особенно в засушливых условиях. Если будет нарушение с этой стороны, то естественно влаги не будет хватать подсолнечку и будет падать в продуктивность. Но также и сам срок возврата подсолнечка на прежнее место может приводить к значительным потерям урожая. Вы видите, что однократный, только однократный возврат на прежнее поле через 6, через 4 и дай бог через 2 года может приводить, конечно же, к значительным потерям, до 25% урожая. И кроме того, снижается и чистый доход с пачкой. Соответственно, недополученный доход при выращивании масличного подсолнечка может составлять более 30 тысяч рублей на гектар, а при выращивании кондитерства более 45 тысяч рублей на гектар. И кроме того, возрастает очень сильно вероятность проявления болезней, которые могут снижать урожайность уже не только подсолнечка, но и последующих культур. Очень важно для того, чтобы правильно управлять влагой, которая находится в почве, подбирать именно агроприемы, которые могут способствовать ее сохранению и рациональному использованию, эффективному ее использованию. Поэтому на башне, на поле, которое было выровнено с осени, необходимо провести только одну предпоследовательную культивацию, так как дополнительные обработки могут приводить к значительным потерям влаги, а отсюда получение неравномерных, некачественных сходов и, соответственно, падение продуктивности. Поэтому этот прием необходимо использовать вовремя. Кроме того, хочу немножко остановиться на норме высева семян. Вы видите, мы проводили в ОСХ Березанское опыты. Мы каждый год, ежегодно проводим и наблюдаем такую картину, что все, в принципе, наши гибриды при хорошей обеспеченности влаги реализуют свою продуктивность без особых реакций на нормы высева. За исключением некоторых. Но в условиях засушливого года, какой был 2020 год, мы четко видим, что завышенные нормы высева могут приводить к падению урожая. Поэтому необходимо четко следовать правилам. Если год сухой, если запаса влаги недостаточно в почве, то, естественно, необходимо и корректировать нормы высева. Удобрения очень актуальны сейчас вопросы. Все мы знаем, как удобрения выросли в цене. Естественно, что для того, чтобы эффективно использовать их на культуре подсолнечника, нужно правильно их носить. И многолетний наш опыт и опыт наших друзей, хозяйств показывает на то, что самый эффективный способ внесения – это локально при пассиве. Вы видите, в этом случае получается прибавка урожая до 3 центнеров. И данная прибавка окупается экономически и агрономически. Но ни в коем случае нельзя применять удобрения под предпоседную культивацию. Потому что, обратите внимание на этот слайд, оптимальное размещение именно удобрений должно быть находиться, как на этом слайде изображено. То есть удобрения должны находиться ниже семени. Ниже семени и в стороне от него. В этом случае можно добиться эффективного их потребления растениями подсолнечника и на протяжении всей гагитации. Повторение мать учения. Спасибо. И, конечно же, что касается применения гербицидов, как я уже отмечал, что сорный компонент может вызывать очень серьезные проблемы в посевах подсолнечника. Это и потребление влаги, то есть конкуренция будет. Ну и также сорный компонент может выступать в качестве резерваторов болезней и кормовой базы для насекомых-проведителей. Поэтому от него, естественно, нужно правильно и грамотно избавляться. Ну и, конечно же, сейчас очень серьезные вопросы стоят именно по кондитерству подсолнечника, да и по масличному тоже с корзиночными формами гнили. Соответственно, очень действенный прием есть, это десекация. Вы видите, что, в принципе, с помощью ее можно избежать этого и главное ее применить в тот срок, который наиболее эффективно будет способствовать созреванию и равномерному созреванию и уборке. То есть, обработав декватом, можно посевы подсолнечника убрать уже через 6-7 дней. Это принесет прибавку урожая, сохранит урожай и, естественно, будет экономический оправдан прием. Продолжение следует...